На самом деле наступление российских властей на IT-гигантов продолжается уже довольно давно, и это такое поступательное наступление. Станции становятся все жестче, жестче, жестче и жестче. Ну и штраф, конечно, беспрецедентный. Российские власти вот такую чудовищную сумму обуславливают тем, что это штраф от процента дохода, не некая зафиксированная сумма штрафа за определенное правонарушение, а именно процент дохода конкретной компании. До сих пор Google, ровно как и другие IT-гиганты, штрафы выплачивали. Будет ли в данном случае Google выплачивать столь монструозный штраф? Ну это, конечно, вопрос к Google. В России последние годы очень активно принималось разное ограничительное законодательство в сфере интернета, и вот один из принятых законов предполагает для больших компаний необходимую регистрацию российского представительства, как раз, чтобы было удобно на самом деле властям осуществлять подобное давление. Гораздо легче давить на компанию, когда у нее есть люди на земле и офис на земле, чем пытаться взаимодействовать с ней, от нее что-то требовать дистанционно. Но действительно интернет, он оставался долгое время таким островом свободы для россиян в ситуации, когда все больше и больше сокращалось пространство другое для выражения мнений, когда цена выхода на улице стала уже очень высока, когда очень мало чего осталось от независимой прессы. Вот был интернет. И да, в последнее время от интернета, от свобод интернета тоже активно отгрызают все большие и большие куски, и интернет становится еще одним пространством несвободы.